Моделируем резную пилястру в инвентар. Создадим прямоугольник 200 на 40 и выдавим его на 10 миллиметров. На верхней грани сделаем продольные буртики шириной 5 и высотой в 2. Обрамим их фаской 1 миллиметр. Скопируем тело массивом на 3 элемента с зазором в 37 миллиметров. На первом теле выдавим S-образный узор до ребра фаски. Размножим его двусторонним массивом из 23 элементов с шагом в 10 миллиметров. Обрезаем выступающие части. На второй заготовке выдавим округлую канавку с радиусом 30. По ее центру сделаем сферу диаметром 8. И создадим массив из 23 элементов с шагом 9. На третьей заготовке будет выдавленный узор из элементов шрифта Wingdings 2. Теперь поочередно согнем все три детали на 360 градусов под углом 30 к вертикальной оси. И повернем против часовой на тот же угол. Сделаем копии деталей, расположив их симметрично относительно третьей. От дополнительной рабочей плоскости на 600 миллиметров выдавим колонну диаметром 75, обрезанную массивом из 24 окружностей радиуса 6. Ограничим колонну снизу цилиндром, высотой 7 и диаметром 85. Сделаем сопряжение полукруглых ребер на 3 миллиметра. Выкружка базы будет инвертированным сопряжением с радиусом 5. Вал цилиндром диаметром 105, высотой 20 и сопряжениями 10. Плинт колонны 100 на 100, высотой 15. Комбинируем тела. Ихин капители высотой 35 сделаем вращением. Скруглим верхний край каннелюров с радиусом 3. Чтобы из колонны получилась пилястра, отсечем ее часть, получая плоскость прилегания к стене. А баку пилястры сделаем из массива 12 элементов вращения. Диаметра 45, обрезанных посередине. И ограничим ее смещенным на 2 миллиметра буртиком высотой 5. Отсечем лишнее вдоль плоскости прилегания. Для придания декоративности скруглим плинт на 5 миллиметров. Стиль Рококо полностью отошел от классической ордерной системы. В нем колонны выполняют декоративные функции. Становится меньше, но увеличивается чистота и плотность их декора. Следующая серия финальная.